Идея создать в Лиде ботанический сад принадлежит председателю райисполкома Сергею Ложечнику. Впервые он озвучил ее около двух лет назад. Тогда же началось изучение опыта. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства побывали в Ботаническом саду в Минске и Бресте. Для возведения уникального парка в Лиде рассматривались две площадки, подходящие для строительства подобного объекта. За озером у замка в направлении южного городка и на территории зеленхоза на улице Гастелло. Взвесив все за и против, выбор был остановлен на последний. Ботанический сад будет разбит на несколько зон. Главным его сооружением станет оранжерея. По предварительным эскизам, которые набросали предварительные участники предпроектной документации, мы сошлись во мнении, что это будет необычная для Беларуси конструкция в виде сферы, которая будет состоять из... сфера будет металлоконструкция выполнена с остеклением из прочного стеклопластика. Сфера предполагает собой шириной около 40 метров и высотой верхней точки до 27 метров. Инфраструктуре оранжереи будет уделено особое внимание. Под куполом практически на 700 метрах квадратных разместятся ботанические экспозиции, фонтан, пруд с рыбками, водопады, кафе, фотозоны и места для отдыха. Сама же конструкция будет многоуровневой и разделена на климатические зоны. Пока мы видим, это разбивка нескольких в самой оранжереи, разбивка нескольких климатических зон, которые не характерны для Беларуси, то есть мы хотим показать в этих зонах отдельные экзотические растения. Это выделить зону пустынь, зону тропиков, субтропиков и это все разместить в оранжереи, выделить на уровнях самой оранжереи. Для создания в оранжереи богатого растительного мира необходимы сотни наименований различных растений со всего мира. Некоторым, чтобы вырасти, понадобится не один год. Поэтому уже сейчас специалисты лицкого зеленхоза заняты их выращиванием. В коллекции лицких ботаников сегодня порядка 150 растений, которые позже будут высажены в оранжереи. Одни позаимствованы у коллег из Минска и Бреста, а другие завезены из-за рубежа. Собираем мы коллекцию уже не первый год, это процесс не такой быстрый, потому что растения тропические многолетние, они растут не так быстро. У нас уже небольшая коллекция цитрусовых разных, около 15 видов. Это различные сорта лимонов, апельсины, гибриды апельсинов с лимонами. Также из плодовых фейхуа есть банан, киевский карлик, инжир, мурая, гуава, гранат, земляничное дерево. Ну а планируем еще расширить коллекцию цитрусовых и других плодовых растений. Также хотелось бы, чтобы в Беларуси были плодоносящие манго. Как бы еще, насколько я знаю, еще ни у кого в Беларуси не плодоносили. Хотелось бы, чтобы манго зацвело и заплодоносило. Также хотелось бы протеи, такие растения довольно интересные, которые очень экзотично цветут и очень долго держат цветки. Открытие в лиде ботанического сада станет событием для города и привлечет не только литчан, но и жителей других регионов Беларуси. Заработанные средства позволят и содержать данный объект, и развивать его. Получать прибыль планируется также от продажи экзотических растений. По опыту оранжерей и ботанических садов, которые имеются в Беларуси, это делегации района посетили оранжерею в Бресте, ботанический сад в городе Минске, будет рассчитано на разные категории посещения. От ознакомительных ботанических условно кружков, которые существуют в лиде, то есть и молодежь, детские сады, школы ознакомительные, так и для всех категорий граждан в целях ознакомительных, экскурсий проведения. И довольно интересно в планах вырисовывается сооружение, где мы можем ознакомиться с растительным миром, который отсутствует в Беларуси. На реализацию проекта по созданию в лиде ботанического сада понадобится не один год. В жилищно-коммунальном хозяйстве предполагают, что сдать объект можно будет в 2023 году. Сейчас ведутся предпроектные работы и определяется источник финансирования. В данный момент ведется выбор подрядной организации на выполнение предпроектных работ. Данный вид работ включает в себе принятие архитектурных решений о выполнении самой конструкции оранжереи, принятие строительного решения, а также предварительный эскиз о выборе самой парковой зоны. На территории лидского зеленхоза начато создание парковой зоны. Здесь высажены порядка 50 видов и сортов растений. Это декоративные кусты и листовые, и хвойные деревья. Позже рядом с ними появится розарий, где поселятся розы из теплиц зеленхоза. К слову, его специалисты сейчас выращивают порядка 150 тысяч единиц рассады, часть из которой пойдет на озеленение лиды, а часть – на реализацию населению.